Приветствую всех на своем канале Оксифлора с вами Оксана и сегодня у нас пойдет такая тема как черенкование томатов сейчас осень и многие заготавливают овощи в частности томаты консервированием помимо консервирования я еще и использую такой метод как черенкование старых кустиков уже изросших и забираю в дальнейшем растения укоренившиеся в свой зимний сад и имею зимой в холодное время вот такие вот томаты свежие пусть немного но все-таки они у меня есть многие спросят для чего еще можно черенковать очень сложно выращивать рассаду как мы знаем чтобы рассада была крепкая за ней нужен постоянный уход контроль это и досветка осенне-зимний период не у всех есть такая возможность постоянно следить вот черенкование как способ один из способов получить быстро относительно взрослое растение и еще если вы не успели собрать семена с полюбившихся сортов с любимых сортов с таких каких-то так получилось были вкусные томаты вы их все съели а семена не собрали следует пойти в свой огород взять веточку и пустить ее на черенок тем самым вы полностью сохраните материнские признаки этого куста до весны потом вы можете также дальше получить с него семена и продолжить культивирование какого-то вам понравившегося сорта либо редкого причину всех как сказать есть свои что для этого надо мы будем черенковать вот такое растение это томат сорт карлик для произрастания ему всего лишь надо вот такой небольшой контейнер литровый вот он все прекрасно в нем чувствовать цвести плодоносит вот как на данном мои растения уже довольно старые я их омолаживала обрезала когда они себя переросли вот здесь вот они дали вот это растение две веточки вот такие возьму на черенки если ваш куст в огороде перерос обрежьте его ну если вы не нашли подходящие веточки для черенкования обрежьте куст он выгонит молодые побеги и заберите их на черенки но это надо заранее подумать если вы планируете вот так забрать растение к себе выращивать его на подоконнике и либо в зимнем саду как у меня что мы будем делать мы просто возьмем и срезаем наши веточки одну и вторую вот это растение в контейнере уже полностью себя пережила я взяла с него все что можно и урожай и черенки и омолаживала при омоложении вот данного он выгнал одну ветку но она успела и зацвести и заплодоносить и созреть поэтому на черенок я ее брать конечно же не буду для этого вот я взяла другое растение в данные веточки этот черенок немножко длинный чуть-чуть его укоротим второй черенок нижние листья следует удалить понадобится емкость делаем дренажное отверстие если вы боитесь залить если вы уверены что мы не переливите можно и не делать дренажное отверстие насыпаем грунт можно использовать садовую землю можно чернозем так наши черенки нас ждут что мы делаем как всегда при черенковании большую дырочку можно пальчиком я не пользуюсь в данном случае не стимулятором роста ни корнеобразованием просто вставляю в грунт как обычно мы это делаем при черенковании и пальчиками обжимаю наш столик первый черенок поставили следующий опять-таки черенков по надобности по количеству сколько надо столько и делаем можем купить один куст а начеренковать я не знаю десяток тем самым сэкономить очень хорошую сумму на рассаде потому что вот в сезон она вообще дороговато особенно если какие-то хорошие сорта цена бывает иногда нас конечно останавливает приобретение можно купить пару кустиков и дальше заниматься черенкованием далее наши черенки следует травить водой и одеть пакетики для создания тепличных условий томаты пускают корешки довольно таки быстро таким же методом вы можете черенковать перцы баклажаны все они прекрасно черенковаться это короткий период времени вы получаете уже довольно взрослое растение свои черенки я поставлю под рассеянный яркий свет примерно температура будет 25 градусов продолжаем тему томатов как их выращивать как получить новые растения основным способом получения рассады рассады томатов и либо перцев любой рассады является конечно же семена размножения вот такие томаты у меня уже растут кустики завязали плоды это растение конечно же из семян это невысокий сорт мой любимый в принципе только его я и сею потому что я люблю выращивать в контейнерах на подоконнике на окошке и также их можно высаживать в открытый грунт я сейчас покажу как я сею семена томатов а вы поделитесь своим опытом и расскажите как вы это делаете чтобы получить довольно быстро такие всходы на мой взгляд крепкие около двух недель компактные и с учетом того что все таки сорт карликовый они довольно уже большие чтобы не замачивать семена я всегда пользуюсь таким методом уже не первый год я это делаю мне нравятся результаты у меня нет черной ножки либо каких-то других заболеваний связанных с выращиванием рассады когда растение слабое подверженное грибковым инфекциям у меня этого нет и я думаю что причина именно в том как я сею семена берем семена семена у меня своего сбора осенние вот таких растений я всегда их сажаю раскладываем семена если есть время делаем редками если нет времени просто рассыпаем по поверхности можно немножечко углублять когда все семена спрятали делаем основной момент основной момент это пролив этих семян вместе с грунтом вот в таком же состоянии кипятком обычным кипятком я проливаем сколько он тут постоял рядом с нами пять минут как простояла это кипяченая вода и он спокойно никуда не спешим проливаем всю поверхность если семена всплыли некоторые ничего страшного далее сразу же закрываем крышкой создаем тепличный эффект начала она потеть и в таком состоянии я их поставлю в теплое светлое место и не буду открывать до появления первых всходов я начну потихоньку проветривать добавляем ежедневно время таким методом первые всходы уже могут быть на второй третий день иногда на четвертый тоже зависит от качества и свежести семян но кипяток будет их даже старые семена так можно пробудить вернемся к этим красивым пока уже в этой стадии их можно пикировать делается опять таки все просто много я сейчас подвину обычный стаканчик наполняем грунтом берем любимый предмет каким мы привыкли пользоваться при пикировке растения я стараюсь брать за семидольные листья не за ножку не за уже настоящие листики а именно за семидольные я забираю рассаду раннего возрасте опускаем стаканчик немного поправляем обсыпаем тоже палочкой и засыпаем грунтом когда мы немного добавили грунта прикрыли корешки я даю немножко в этот момент воды это обычная вода немножечко можно добавить фитоспорина хуже от него не будет все и дальше присыпаем по кругу можно это сделать до семидольных листьев еще на одном покажу покажу по кругу его подделаем снизу с комочком получилось землю тоже не отряхивая стараюсь не трогать его лишний раз не тревожить опять немного грунта теперь корням даем воды первый день после пикировки первые сутки точнее я не ставлю растения на досветку это касается томатов перцев растение еще адаптируется поэтому нет в этом необходимости они просто стоят в комнате у меня а по истечении суток я оставлю их на досветку если у вас нет досветки для этого всегда есть окошко с хорошим подоконничком и вы можете вырастить себе необходимое количество рассады сегодня показываю всходы наших томатов которые мы сеяли кипятком немного они уже вот она эта плошечка немного они уже переросли пора их давно было пикировать но нет времени поэтому сегодня обязательно этим займусь вот так выглядят немножко перегуляли сегодня на солнышке подвяли но ничего это я их отпою уже выглядывают корешки грунта конечно мало корням развиваться негде срочно надо их уже отсаживать в отдельные емкости следующие томаты немного позже также посеяла кипятком дикая роза были посеяны просроченные семена 2017 года я их нашла чтобы не выкидывать засыпала залила кипятком как показывала и вот они всходы прекрасно мне нравится вместе с вами мы их рассаживали в первая партия скажем так вот так выглядят вполне неплохо любой достаю вот они развиваются корешки есть скоро придут гулять еще хочу показать черенок вот он с корешками это именно черенок уже нужно наблюдать вот маленькие бутончики предела черенок с этого растения такие томаты сейчас еще поближе все крепкие растут развиваются потихонечку так в принципе все что хотел сказать по томатам сейте кипятком пробуйте этот способ обязательно все получится неплохо себя зарекомендовал есть возможность быстро получить сходы не проращивать на марле на влажных дисках или другой какой-то влажной среде все делается довольно быстро и просто с вами была оксана на канале оксифлора до новых встреч всем пока